10 сентября в Твери открыли областной дворец бракосочетания. Участие в торжественной церемонии принял губернатор Игорь Рудений и руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова. Вместе с ними новыми интерьерами полюбовалась и наша съемочная группа. Максим и Яна Колобковы познакомились еще 10 лет назад. Молодожены отмечают, что им невероятно повезло стать первой парой, которая расписалась в Тверском дворце бракосочетания. Наконец-то просто сделали действительно отдельное нормальное место для регистрации свадеб. Спасибо большое Игорю Михайловичу, что сделал нам наконец-то красивый ЗАГС, достойный, очень шикарный. С молодоженами согласна и руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова, которая также принимала участие в торжественной церемонии открытия дворца бракосочетания. Просто невероятный, такой красивый дом для всех влюбленных и любящих сердец. Настоящая жемчужина и подарок для нашего города и для всей Тверской области. Как известно, в Твери давно высказывались идеи о необходимости такого объекта. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только при губернаторе Игоре Рудене. Он отметил, что открытие здания является огромным событием для всего региона. Сегодня все молодожены Тверской области обрели место, где торжественно будут проходить мероприятия. Есть всегда семейный альбом и всегда в семейных фотографиях будет храниться память о том, как проходило это событие, где оно проходило. Стоит отметить, что с самого начала работы по перестройке здания глава региона поставил задачу, чтобы были максимально сохранены исторические интерьеры. В итоге залы, отделанные в духе сталинского ампира, оценили первой же парой молодоженов. Очень величественное здание, очень рада, что регистрация пройдет именно здесь. Очень нравится мне, что стиль такой наш классический, очень приятно это видеть. Не меньше их, новому дворцу бракосочетания рады и сотрудники ЗАГСа. Они уже прикинули, что благодаря большему числу залов количество церемоний бракосочетания можно будет увеличить с нынешних 17 до 40-45 ежедневно. Три зала регистрации. Есть зал одновременно честования новорожденных и семейной жизни юбиляров. И одновременно 27 кабинетов распахнут на 12 государственных услуг. Напомним, что в 2020 году в ЗАГСе Тверской области было зарегистрировано более 6400 браков, а также свыше 10200 новорожденных. Региональные власти со своей стороны разработали около полусотни мер по поддержке молодых семей, которые решили обзавестись детьми. Самая основная, самая востребованная компенсация ипотечных кредитов молодым семьям после рождения первого ребенка. Это выплата 200 тысяч рублей, второй ребенок это 300 тысяч рублей, после третьего еще 500 тысяч рублей. Таким образом, миллион получают молодые семьи. И, конечно, уже такие семьи, которые имеют 5 и более детей, это приобретение нового автотранспорта, это 1 миллион рублей. При этом правительство Верхней Волжи работает над новыми шагами по поддержке молодых семей с детьми. О них будет объявлено, как только завершится тщательная проработка каждой из таких мер. Медиахолдинг Тверской проспект присоединяется к поздравлениям в адрес супругов. А для молодых пар, которые еще не связали себя узами брака, мы с радостью сообщаем. На одной площадке мы собрали компании, которые избавят молодоженов от лишних хлопот и переживаний, создадут праздничное настроение и качественно выполнят свою работу при организации свадебного торжества. Удобный формат поиска профессионалов по проведению незабываемого события в жизни каждого человека обеспечат специалисты медиахолдинга Тверской проспект.